Новосибирск Движение по Винаповскому мосту полностью открыт через пару дней. Напомню, там продолжается ремонт. Дорожники закончили укладывать асфальт, сейчас делают ограждение. Мэр Анатолий Локоть поручил завершить работы в максимально сжатые сроки. В начале октября синоптики прогнозируют ухудшение погоды. На сегодняшний день у нас 10 объектов в работе. По Винаповскому мосту дорожное покрытие мы закончили. Как и докладывали, то есть выходные дни работы закончены. На сегодняшний день выполняются работы по ограждению для того, чтобы запустить дорожное движение по мосту. Если сделали дорожное покрытие, тогда все полосы открыли. Для того, чтобы открыть, мы сейчас ограждение завершаем, чтобы было разрешение. Здесь необходимо ограждение еще установить. Буквально день-два у нас на ограждение уйдут. Без ограждения, к сожалению, нельзя. Впереди в октябре погоды, там будет ухудшение. Поэтому до снега ставлю задачу, все работы закончены. То есть в первой декаде надо все закончить. Ремонт теплосети у пересечения Красного проспекта и Коммунистической не помешает запуску отопления, уверяют энергетики. Почти 46 тысяч местных жителей начнут получать тепло по временной схеме. Этот участок один из самых напряженных в нынешней ремонтной программе. Здесь меняют прохудившиеся трубы и тепловые камеры. От их состояния зависит теплоснабжение примерно 300 зданий. Мэрия Новосибирска назвала дату начала отопительного сезона. 21 сентября запустят социальные объекты, а 25 числа тепло станет и в жилых домах. Тем не менее, сибирская генерирующая компания продолжает ремонт теплотрассы. Объем ремонтных работ большой, более 50 километров по разным программам. На трех магистралях на линейных объектах будут продолжаться работы до октября месяца. То есть в октябре они сдаваться будут. Так получается по факту. Но при этом подключение всех домов, то есть всех объектов не пострадает. Оно будет запитано. Отопление будет подаваться по временной схеме. Вот и сегодня, если вы посмотрите, здесь вот ответвление, это временная схема. То есть дома, которые питаются от этой магистрали, они с горячей водой сейчас находятся, потому что по временной схеме на них подается. Вот в таком режиме будем ходить в зиму. Один из самых сложных участков находится на коммунистической. На объекте меняют трубы протяженностью 216 метров. Частично пришлось перекрыть Красный проспект. Тем не менее, ни у автомобилистов, ни у пешеходов проблем с пересечением улицы не возникает. На самом деле замечательно. Технологически, если нет возможности строителям сделать даже такую не очень казистому участку, очень приятно. Не всегда же удобство для нас, удобно для строителей. Поэтому здесь иногда приходится жертвовать чем-то. Надежная работа этого участка тепловой сети зависит. Комфорт, уют. Почти 46 тысяч новосибирцев. Последний провал как раз был этой зимой в связи с тем, что гильзы, по сути дела, превратились в фольгу. Поэтому, исходя из этого, было принято решение заменить эту теплотрассу с реконструкцией тепловых камер, что с одной стороны Красного проспекта, что с другой стороны Красного проспекта. В три этапа вся работа выполнялась. В общем-то, сначала с четной стороны проводили операции с переходом. Переход осуществили Красного проспекта со вскрытием буквально за выходные, быстро, оперативно. Ну а сторону, соответственно, нечетную удалось мне вскрывать. Общая стоимость работ на этом объекте составит более 36 миллионов рублей. Ремонт планируют закончить к 15 октября. Экологичный парк с тихой зоной для пикников, тропинками щепы и площадкой для выгола собак создадут на северо-чемском жилмассиве. Дизайн проект благоустройства набережной прошел общественное обсуждение. С ним можно ознакомиться на портале «Зеленый Новосибирск». Проектировщики учли пожелания местных жителей. Теперь будут разрабатывать проектно-сметную документацию. Напротив улицы Савы-Кожевникова живописная зона, много зелени, вид на реку Обь. Здесь часто прогуливаются семьями, пожилые люди отдыхают и занимаются северной ходьбой. Жители северо-чемского жилмассива любят это место, часто убирают. Но при этом территория неблагоустроенная. Здесь нет детских спортивных площадок, дорожек, гулять некомфортно. Жители близлежащих домов объединились и разработали дизайн-проект. Общественное обсуждение прошло, активисты проголосовали и решили, что это пространство преобразится в тихую экологичную зону с лавочками, фонарями и скамейками. Так как основные принципы благоустройства – экологичность, то плитку будут выкладывать из дерева и щепы. В парке создадут тихие зоны для пикников. В верхней его части появится искусственно созданный хвойный массив. В нем будет экозона для прогулок. Мы просим, но не знаю, я думаю, что это получится, все-таки сделать площадку для выгла собак, потому что здесь их очень много гуляет. Вот обратите внимание, там идут собаки. А где ее разместят? Ее разместят, ее вот здесь, сзади получается, сзади, за лестницей. Что касается озеленения, для безопасности верхнюю часть склона оградят живой изгородью из невысоких кустарников. Здесь будут деревья, фонари будут освещения. А, это вот здесь, где мы стоим, ограждение. Ограждение, да, фонари освещения. Почему? Потому что здесь и безопасность, камеры здесь будут обязательно. Вот, в общем-то, здесь будет красивая зона. Это центр семейного досуга, можно сказать. И зачем ехать в Зельцовский парк, ехать на набережную, когда здесь можно спокойно так же прогуляться. Что и делают. Здесь у нас катаются на лодках, здесь у нас рыбачи. До 4 утра уже можно увидеть у нас рыбаков. Естественно, рыба здесь есть. Даже люди грибы собирают. Ребенок здесь ходит недалеко в музыкальную школу. И мы вот после занятий стараемся гулять каждый день. Через дорогу на нашей стороне таких зеленых зон, к сожалению, нет. Отдыхающих здесь очень много летом. Даже пройти негде. Все занято. И поэтому, я думаю, благоустройство тут необходимо. К первому этапу проекта приступят в следующем году. Он долгосрочный. В перспективе набережную Кожевникова планируют соединить с Бугринской рощей. Работы на двух этапах завершат примерно к 2030 году. Подавать заявки на муниципальные гранты научат новосибирцев в ресурсном центре Дежинского района. На занятиях слушателям расскажут о требованиях к оформлению заявки, перечне обязательных документов и покажут, как грамотно работать со специальными сайтами. Всего запланировано 10 таких занятий. У нас уже годно проходит обучение. Каждый вторник в течение всего года обучаю я сама писать грантовые проекты. Ну, то есть даю консультации всем желающим. А так у нас вот раз в год приезжает представитель мэрии города Новосибирска, нашего управления общественной связи, Елена Суткина. Она проводит тоже такую консультацию. В комиссии у нас 30 экспертов. Поскольку у нас три номинации, каждая номинация оценивает 10 человек. Часто задают вопрос, можно ли подать несколько заявок от одной организации в разные номинации. Да, вы можете это сделать, но с учетом того, что ваша заявка должна отражать суть номинации. Мне нравится участвовать в жизни улицы, в жизни нашего ТОСа, чтобы улучшать как-то улицу. Тем более частный сектор, он на самом деле немножко вообще отстает в развитии по сравнению с остальным городом. Поэтому хочется, чтобы у нас частный сектор тоже развивался. Мы развиваем конкретно детскую площадку. Участие в гранте у меня было впервые. Мне предложили, я поучаствовала. То есть, в принципе, ну не так сложно было. Когда я вот пришла к ней, не в Владимир, не в ресурсный центр, она объяснила все очень подробно, очень понятно. Она была очень доступная. Всегда можно было к ней позвонить, написать. Люди идут навстречу, что очень приятно. Косметику из живых водорослей показали в Академгородке. Инноваторы придумали и собрали особые реакторы, в которых в полной чистоте выращивают хлорелы. Из самих водорослей и клеток продуктов жизнедеятельности делают кремы, тоники, сыворотки и другие продукты для ухода за лицом и телом. Несколько лет разработчики участвовали в форуме OpenBio. Совместными усилиями с организаторами и инвесторами удалось превратить научное исследование в биотехнологичный бизнес. В этом году площадка открытых коммуникаций OpenBio начинает работу 26 сентября. Био-напиток из живой хлорелы. Функциональный напиток для тех, особенно, кто тренируется, у кого умственная нагрузка очень большая, для леганов, для людей, сходных по анемии. Это вкус и запах натуральной живой хлорелы. Здесь ничего нет, ни красителей, ни консервантов, ни вкусовых, никаких улучшителей. Мы занимаемся изучением микроводорослей и производим ее в промышленных масштабах. То есть основная наша сфера деятельности – это косметика на основе микроводорослей хлорелы. Это регенерирующие свойства, восстанавливающие, омолаживающие, питающие. Вся наша косметика, она не просто натуральная, она живая. То есть в ней присутствует именно живая микроводоросля. В линейке есть средства ухода за лицом. То есть это тоники, патчи для глаз, сыворотка. Сейчас будут крема. К выпуску готовим шампунь, бальзам, маску для волос, энзимная пудра. Мы сами изобрели и произвели реактор, в котором выращиваем хлорелы. Он единственный в мире. Реактор – это, собственно, наша установка, которая позволяет в асептических условиях получать чистый продукт – биомассу микроводорослей. В которой отсутствует посторонняя микрофлора. У нас есть биомасса и культуральная жидкость, которая используется для тоников, а биомасса используется для кремов и прочего. Компания по производству микроводорослей – серьезный участник OpenBio, который много лет представлял свои разработки. И мы наблюдали эволюцию. Это были разного вида биореакторы, разные команды, попытки производить то биотопливо, то выращивание разных клеток. Наконец-то из научной разработки, из научной идеи получился продукт, который люди очень любят и применяют. OpenBio проходит в этом году в 10-й юбилейный раз. У нас зарегистрировано 57 регионов, 10 стран и более 1300 участников на сегодняшний день. Очень важно решать ту задачу, которая стоит сегодня на уровне государства. Для того, чтобы достичь технологического суверенитета, решать вопросы импортозамещения, импортоопережения, мы точно должны уметь превратить свои научные заделы, а их много в Академградке, в реальные продукты. И к новостям культуры, спектакли, концерты, выставки, творческие встречи и мастер-классы. Юбилейный 15-й международный рождественский фестиваль искусств пройдет в Новосибирске со 2 по 16 декабря. Его проводят с 1995-го один раз в два года. В планах около 60 театральных музыкальных выставочных событий. Организаторы сегодня представили полную программу предстоящего фестиваля. Билеты уже в продаже. Откроем мы фестиваль 2 декабря на сцене театра «Глобус». Музыкально-литературным спектаклем русского концертного агентства Юрия Башмета «Живые и мертвые солдатами не рождаются». Это проект, который специально создан к значимым датам. Этот проект очень интересный. Режиссер Полина Агуреева, Юрий Абрамович Башмет за пультом. Современная музыка и прекрасные актеры интерпретируют произведения Константина Симонова. «Наш давний друг» — театр имени Евгения Вахтангова. 3-4 декабря на сцене театра «Красный факел» будет показан спектакль «Люся признания в любви» с Нонной Гришаевой в главной роли. А 4-5 декабря на сцене театра «Глобус» — спектакль Евгения Онегин. Новое имя на карте фестиваля — Донецкий республиканский молодежный театр. Музыкальная часть фестиваля открывается 4 декабря в Государственном концертном зале имени Арнольда Михайловича Каца. К нам приезжает Национальный филармонический оркестр России под управлением маэстро Владимира Спивакова. И в этот раз они приезжают к нам на два концерта. Один открывает нашу программу в Государственном концертном зале имени Каца, а на следующий день, 5 декабря, коллектив выступает в Доме ученых. Важно, наверное, здесь отметить, что в этот раз Национальный филармонический оркестр России приезжает с разной программой. Если в зале филармонии 4 декабря будет представлена чисто оркестровая программа, очень, кстати, интересная, очень изысканная, абсолютно французская, потому что будут представлены музыка четырех французских композиторов, Жоржа Безе, Фаре, Ибера и Равеля. В Доме ученых прозвучит другая программа, и в ней примет участие абсолютно восходящая молодая звездочка фортепианного исполнительства, солист Кашео Окуи. Этой девочке, наверное, еще даже нету 20 лет, но она уже на взлете своей фортепианной карьеры. В рамках Рождественского фестиваля это впервые. Это направление этно-фьюжн-фолка. Коллектив называется «Уходила изба» и представляют они программу, которая также называется «Созвучной» группе «Ходуном». Добавлю, с театральной частью Рождественского фестиваля можно ознакомиться на сайте Театра «Глобус» с музыкальной на сайте Новосибирской филармонии. Еще больше новостей каждые полчаса на радио «Городская волна». Слушать можно в «Умных колонках». Попросите Алису включить радио «Городская волна». А на сайте nsknews.info читайте о том, как вырос гастрокорд центрального рынка за год. Смотрите «Новосибирские новости» на платформах Дзен и Рутюб. На этом все. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok